ребята всем привет семья щекиных нас связи канала на связи привет ну короче ребята в общем предпраздничное настроение везде играет музыка новогодняя время 6 часов вечера девчоночки пришли наши со школы сегодня пятница сокращенный день уроки сделали и у вероники кстати скопились денежки после дня рождения мы в общем решили поехать сейчас спортивный магазин и приобрести что ника хочешь велик или что я пока не знаю не знаешь посмотришь за сколько накопила такой скажи девятьсот девятьсот знаете что у нас еще ребята новость то какая ребята какая у нас новость скажем да конечно скажем ребята мы купили билеты в россию мы будем отмечать новый год в россии дед мороз снегурочка этот снег новогоднее настроение приедем да то есть сразу же нас морозит встретиться в аэропорту потом мы 29 числа приезжаем в иркутск в общем пойдем по магазинам купим какие-нибудь подарочки в китае три года отмечали новый год праздник сам не чувствуется по крайне у меня так китай для китайцев это обычный день поэтому как-то вот именно нету ощущения какого-то массового ощущения да такие вот у нас новости и еще знаете что хотел вам рассказать в общем мы тут были магазине сяоми вы знаете эту продукцию она очень популярна в китае не только я купил себе смотрите розетку с вайфаем вообще давно уже мечтал о такой штуке и вообще хочу внедрять в наш дом вот умный дом то есть допустим вот смотрите уже пылесос он стоит может под управление там буквально нажал и квартиру пропылесосил также хочу что-то похожее сделать умный дом открываешь дверь прописывается какой-то сценарий сразу же запускается допустим там кондиционер работает водонагреватель включается еще и так далее но пока к этому иду я пока купил такие две розеточки одну поставил на водонагреватели в кухне а второй поставлю вот здесь вот на этот водонагреватель там имеется розетка и с помощью этой розетки вот включается водонагреватель вот так вот в общем включается водонагреватель и тем как приехать домой я могу через приложение умный дом запустить и чтобы он уже грелся вообще можно выставить сценарий опять же допустим 8 часов каждого вечера чтобы вода грин водонагреватель запускался прикольно сейчас поставлю стоит это 49 юаней если кому интересно вот такая вай фай розетка все это вот мигает желтая лампочка она просит подключение к вай файу так отключаем наш водонагреватель включаем наш вай фай модуль так сказать облик все готово вот такое приложение умный дом мехом вот идет синхронизация с нашей розеткой ребят смотрите все вот так приложение выглядит здесь можно включить выключить все делается буквально на расстоянии можно ехать где-то где-то далеко можно находиться в россии просто нажать включить и у вас это устройство включится и то что к этому устройство подключено будет работать также можно поставить таймер выставить допустим сценарий в 6 часов он допустим будет запускаться все потому что ребята электроэнергия дорогая в китае у меня очень нравятся такие штуки обожаю сяоми умный дом все ребята мы приехали в торговое такое место здесь находится метро очень много других сетей магазина но самое главное куда мы приехали это вот сюда декатлон посмотрим вероничке велосипед так на дворе у нас 14 декабря и в гуанчжоу ребята зима холодно градусов наверно по ощущения сколько 10 на рада так как нету центрального отопления в доме холодно так идем в отдел велосипедов сейчас ребенок будет выбирать подарочек себе мы сейчас такую ситуацию так как мы едем ребята в зиму нам пришлось подумать о теплых вещах и здесь тоже посмотрим на мне тоже курточку посмотрим ну выбирайте очки на самом деле в декатлоне сказали все хорошие даже самые дешевые вероника на что такую шапочку девчонки недавно пошли на плавание и учитель по плаванию сказал что у них хорошие данные они не боятся воды и хорошо держатся на воде сейчас надо и купить еще для плавания шапочки и очки в воскресенье идем на урок полюса давай рассказывай как тебе плавание вот исходила да мне очень понравилось и мама получается записалась мы будем почти всегда ходить на нее вот он на рост от 120 от 125 до 140 по идее он на нее подходит кстати что мне нравится что он с крыльями вот тут вот этот мне кажется для покатушек это городской такой да тут прям скорости слушались ничего себе ужин он ей тоже подойдет вот такой большой то чем больше тем лучше чем лучше 12 лет до 8 а нам уже 8 на вот этот брать вариант смотрите складной велосипед 1499 ну неплохо вот смотрите 700 юаней так рост такой надо еще выяснить какой рост в принципе мне кажется вероните очень нормально немножко по кругу короче я все-таки за практичную покупку я против рамовых велосипедов в общем здесь есть складной велосипед 1500 юаней и он складывается полностью складывается все-все-все и регулируется сидушка полина прокатилась я хочу покатиться я говорю а мне можно такое велосипеда сидушку поднял я думаю что вам будет сам раз я вам объясняю почему стоит взять именно вот этот велосипед они вот этот рамовый велосипед первый плюс то что он складывается то что его можно будет взять любовь парк можно даст такси можно поставить в метро можно взять до метро пустят с таким рамовым велосипедом метро не пускают а вот именно складный велосипед пустят это самый большой плюс какой у него есть второй то что он не становится маленький да второй плюс то что он возрастной я буквально на нем спокойно сейчас прокатился и окей смертельный номер вероника пробует вот пониже так в общем какие у нас новости веронике понравился вот этот велосипед он стоит тысячу в общем не получилось ее пересадить на складной вариант она прям не может на нем неудобно и мы конечно вздохнули с мамой потому что но самом деле если бы подошел бы да было бы очень здорово на вырос и плюс ко всему можно с собой брать вот полинка оседлала уже такой же вариант только рама чуть побольше колес побольше и плюс еще на нем переключается скорость здесь складывается все и даже педали вот эти складываются побольше до диаметр колеса побольше так ну что берем нам выдали вот такой вот счет сначала мы идем его оплачиваем потом он нам собирает велосипед 1200 за шапочки очки и велосипед так в общем детям выбрали подарочки да пора и задуматься о себе нужно прикупить теплые вещи вот такая курточка за 1300 всего юаней но на шифтар я предлагаю посмотреть что-нибудь попроще и они за 400 пойдем там курточка саде висела за 400 я не пойдем посмотрим ее здесь у нас куртка за 700 юань минус 20 написано вот я думаю на самом деле минус 20 нормально у вас в новогодние дни грауссов до 30 минус 30 не доходит агресса обычно да но бывает бывает морозный новый год я думаю что нормально на двадцатку можно взять это же фирма да смотри надо получается только просто чуть попроще здесь также есть манжеты против ветра чтобы ветер не забывал лучше да хорошо так короче смотрите здесь у нас еще по их написано минус 16 но он весь пуповый а а это уже хорошо да на самом деле лучше чем синтепон взял к его слушаю вот это 2xl она как-то более на тебе смотрится более подходящие цена подходящего посмотреть ты стою они эти умоляют и потом замерзнешь с этими 400 юанями и чё татьяна ответил отлично мне кажется и прикрывает так он толстенький нормально я смотрю мягонький вообще ваш завитки берут здорово нормально хорошо я думаю что ты не замерзнешь если он толстенький он на пуху и такой там не полмиллиметра пуха то нормально мне кажется нормально и спасибо тем временем вероника уже оседлала свой велосипед посреди неплохо получается так аккуратненько машина так в общем вышли мы из докатлона сейчас пойдем в метро сходим так как мы здесь рядом надо прикупить какой-нибудь продукции может мясо не знаю прикупить мы здесь всегда покупаем мясо у меня дома закончились макароны как раз вот берем вот эти спагетти варила я их беру все время эти возьму бантики вероника очень любит бантики и полина попросила цветные макарончики так еще у нас закончились соленые вот эти я беру таки рашен стайл хороший стал вот сыр президент у нас вероника очень любит этот плавленый сыр сегодня по скидке 21 юаня обычно где-то 25 юаней возьму и попал вообще они едят твердый сыр отлично но иногда побаловать плавленым беру вот кусочки ветчины ветчина окей заказали ребята в общем такси и смотрите каким образом нам пришлось разместить велосипед пришлось опустить спинку кресла потому что у нас не влазил этот велосипед в обычный такси и такси согласился вот спасибо ему большое мы довезли наш подарок бай-бай довезли наш подарок до дома довольно посмотрите перед нашей дверью скопился целый автопарк в общем вот эти велосипеды это первые девчачьи велосипеды которые мы купили в китае надо короче в общем решили их вынести на улицу продать этому такой велосипед не получится потому что состояние уже у него непригодное так ну вот ребята мы дома ура довезли маленечко был головняк по поводу как его привезти сюда на самом деле вот я то видите с практичной стороны старался купить велосипед который складной чтобы можно было его максимально ну что рассказывал подарок нравится серьезно нравится ну довольна мне даже научилась вот так круги через горку там проезжать уже на двухколесном ваши ощущения скоро поедем в россию так смотрите девчонки учат стихотворение это кстати кто писал это полина писала дети у нас учат стихотворение у нас будут на елку пойдут будут рассказывать стих чародейкою зимой околдован лес стоит и подснежной бахромою неподвижную немою чудной жизни он блестит и стоит он околдован не мертвец и не живой сном волшебным очарованным очарован весь весь опутан весь окован легкой цепью пуховой молодец пусть с тебя толпы у тебя есть стих не очень ну ты тоже научишь поля подучит так и какие ощущения поедем в россию что будете делать каких чтений что делать это был принятия вот будем 10 китае что вы делать поздjudями с ним снежний наблагай нladı снегом по поводу поездки в россию есть что-то еще добавить? Ну что, все в ожидании. Все в ожидании. Осталось две недели, да? Да, две недели. Десять. Нас уже там родные ждут. Десять дней. Мы уже наших мамочек предупредили. Они там уже все в предвкушении. В общем, ребята, на этом закончим. У нас такой вот получился влог. В общем, покупка подарка, новости и, ну вот именно наши новости, покупка вещей теплых. У нас еще это все в процессе, потому что у нас за четыре года нету никаких теплых вещей. Все продали, все раздали. В России ничего не висит, ничего не лежит. И так же и в Китае теплых вещей нет. Все, ребята, подписываемся на наш канал, ставим лайки. Всем пока! Пока-пока! Пока! Пока!